и снова здравствуйте всем привет блендер 283 хотелось бы вот рассмотреть анимацию скелетов давайте посмотрим это вся информация именно с мультфильма танец скелетов 1928 года по-моему дисней рисованный так и давайте сделаем приседание и поднимание от этих скелета а потом сделаем больше скелетов и так как шахматкой чтобы они поднимались так вот такая здесь арматура кости переходим в пост мод настроена не по прошлым роликом так это стоит на косточке у нас копитран трансформация а на эту стоит так bon constrain copy location это все по прошлым роликом давайте на таймлайне на первом кадре подготовим персонажа это g опустим вот так вот руку и вот эту тоже g r опустим что-то в таком духе это будет у него первая поза исходная так это еще можно g сюда поближе подтянуть чуть-чуть r перекрутить ну что-то в таком духе пишем а и локрот теперь нам нужно сделать на пятом кадре чтобы он приседал давайте рассмотрим этот вопрос выбираем эту центральную косточку позвоночника и делаем ему g вот так чтобы он присел так а вот эти косточки семерка на нампаде нампад это под правой рукой у кого есть у кого нет это настраивать именно заходите выйдет находите преференции находите так интерфейс что у нас тут так 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 вот кеймап навигация импут вот она вот и вот нампад ставите галочки как немного уже подзабыл прям так g колено уводим вот эти косточки в бок теперь сделаем такую штуку единица на нампаде или на цифрах если у вас нету нампада здесь мы делаем r вот так вот руку да а эту делаем тройку на нампаде можно нажать r перекручиваем кисть вот так вот единица на нампаде g как-то его так семерка на нампаде и давайте перекрутим в другую сторону единица на нампаде и r как-то вот так ну что то в таком духе смотрим теперь что у нас с этой рукой так если мы его так вот r и вот так вот перекрутим так прикольнее будет наверно и вот эту руку тоже кисть перекрутим и вот так чуть-чуть как бы углом так теперь вот эту часть наклонил вперед и голову r как бы вот так пишем а и блок рот отключаем видимость всего отключаем видимость всего ставим единицы на нампаде и смотрим что получилось вот такая штукенция так теперь на десятый кадр переходим и нужно еще как бы больше вот это все дело доделать включаем включаем видимость костей выбираем вот эти косточки и на десятом кадре g давайте чтобы он стал полностью так теперь вернем его назад именно выгнем и голову назад повернем а с руками с руками будем теперь вот так вот делать перекручиваем руки перекручиваем руки r g нажимаем и в расслабленное состояние так вот раз можно еще как бы плечи припустить так что у нас тут получается с кистью выбираем косточку кисти перекручиваем единица на нампаде r перекручиваем g вот сюда подставляем еще немножко ее перекручиваем и можно ключицу немножко припустить так здесь можно немножко g еще его как бы выровнять ну что-то в таком духе так ну и вот эти руки еще поближе можно вот сюда их подвести как-то вот так прописываем а и локрут смотрим опять же что получилось вот вот так вот вот такая штука это у нас 10 кадров так ну давайте их попробуем продублировать шифт и поставим теперь на 15 так g 15 20 кадр подкорректируем подкорректируем вот так и 25 ну прикольно он уже садится такой весь в движухе так ну давайте еще раз все вот эти скопируем шифт и перетащим еще раз только уже на 30 кадр ну такая прикольная вещь так еще раз шифт сделаем пусть побольше будет приседаний и поставим 85 так это у нас 84 кадра вот здесь выставим 84 enter итак вот приседания идут можно еще добавить какие-нибудь промежуточные кадры ну допустим вот здесь вот перепрописать вот так как то ну не суть вопроса главное посмотреть как будет принцип работать так единица на нампаде и нам нужно теперь больше вот этих скелетов ну давайте в качестве эксперимента выделяем скелет выбираем полностью его и делаем шифт д щелчок можно поставить вот этот мов и отводим где-то вот сюда теперь шифт д щелчок и отводим сюда вот так и еще раз шифт д щелчок пусть будет четыре скелета теперь выбираем все косточки через шифт и заходим посмотрим посмотрим что происходит вот они садятся все вместе все прикольно но этого не надо нам так что выбираем сначала что у нас тут получается что подзавис да подзавис чуть-чуть у меня ноут и так выбираем вот эти так сначала можем на одну косточку какую-то нажать вот так щелчок и вот эти кадры выбираем и G оттаскиваем допустим на десятый пока кадр и смотрим что получается они все равно садятся синхронно это нехорошо почему так 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 зайдем в object mode выберем вот этого скелета вот этого так вот и нажмем delete пока на двоих попробуем выбираем два скелета и заходим в pause mode так этот скелет у нас снимаем это у нас будет второй скелет и G перетаскиваем на десятый кадр вот эти все перепрописываем а так не а и cntrl z выделяем только вот этого гаврика cntrl z и пишем и лок рот все равно садятся они синхронно почему-то почему-то нет задержки хотя задержка уже должна быть так 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 а если попробовать сделать delete keyframe так у этого все тут просто продублировались это продублировалась анимация значит сделаем другим путем делаем вот так вот delete так cntrl z выбираем только вот этого персонажа и делаем delete теперь выбираем вот этого персонажа полностью и делаем shift d щелчок перетаскиваем вот где-то вот сюда и будем работать пока с одним персонажем вот с этим заходим выбираем только косточки заходим в post мод выбираем а выбираем все кадры и g перетаскиваем где-то на десятый кадр выбираем а и окрут g так не поймут это delete keyframe фрейм что это такое было cntrl z cntrl z g вводим вот эту часть а вот эту часть delete keyframe так так получается g и вон и с понятно все делаем другим путем убираем вот этого персонажа дэлит на первый кадр возвращаемся выделяем полностью персонажа делом shift д щелчок перетаскиваем его в бок вот так выбираем его косточки и заходим по смот делаем английскую а выбираем вот эти вот кадры g уводим их назад делаем shift д дублируем и возвращаем назад получаются эти дэлит и смотрим а начинать нужно именно с приседания так это если мы вот эти выберем и g допустим на пятый кадр задержки поставим получается вот такая штука так это значит джи вот здесь они уже именно вместе приседают значит джи если мы оттащим на десятый кадр вот так они будут вставать ставим здесь девяносто третий кадр вот здесь в 93 кадра уже нормально все нормально работает и заходим теперь в обжиг нот и выбираем вот этого персонажа через shift косточки и самого вот этого перца делаем shift d перетаскиваем перетаскиваем его перетаскиваем его где-то вот сюда ориентируемся по этим костям заходим теперь выбираем косточки заходим в пост мод и делаем теперь вот так вот g оттаскиваем вот эти кадры делаем shift d дубликат и ставим уже не на 10 допустим а на 15 а эти кадры delete keyframe и смотрим что получится так этот приседает о прикольно вот для троих вот такая прикольная анимация так здесь ставим 99 уже enter все прикольно давайте добавим еще четвертого персонажа этот значит с 15 у нас начинается тот с 10 значит object делаем еще shift левый клик на персонажа shift d сочетание клавиш и ставим еще его вот так вот теперь работаем с этим персом пост выбираем его кадры делаем g английское вводим shift d делаем дубликат и теперь на 20 кадр попробуем поставить а эти теперь удалим смотрим что получается садится вот эти двое должны должны вот эти двое должны садиться синхронно можно даже было скопировать вот этого персонажа и было все нормально ну в принципе ну в принципе раз садится садится теперь этот садится этот садится должны садиться вместе вот эти оба теперь вот так вот значит что делаем заходим в object мод выбираем персонажа и делаем делит ему а вот этого персонажа копируем делаем shift d щелчок и с помощью MOV оттаскиваем его вот сюда теперь выбираем его косточки в смысле можно не выбирать а просто во а теперь они прикольно вот так они садятся и встают ну вот такая штукенция так как они в цвете будут у нас косточки отключим MOV отключим и посмотрим бамс 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 оп она классно все но теперь хотелось бы мне чтобы они вставали именно с задержкой что мы сделаем теперь мы выберем вот этих персонажей и сделаем им delete оставим одного теперь это так ctrl z сейчас я сохраню сначала вот это потом еще поприкалываюсь save us сохранить и вот теперь можно delete их удалить выбираем персонажа заходим в post mode косточки выбираем смотрим вот он здесь вот сидит тут он встает здесь сидячая поза нам нужны вот эти кадры значит теперь вот эти кадры мы delete delete keyframe и делаем вот так вот g выбираем выбираем вот эти кадры g и перетаскиваем их на первый кадр так вот этот кадр тоже delete keyframe а вот эти выбираем и делаем g чтобы он сидел на первый кадр так здесь он встает вот так вот пропишем этот кадр 14 а и так а и локрот вот что-то шнега опять какая-то получилась получается delete keyframe так что у нас тут получается ну вот 10 кадр выбираем тогда вот эти удаляем delete keyframe а вот эти делаем shift d и перетаскиваем допустим сюда пока g на 15 кадр ну вот что-то пока такое получается заходим заходим в object not выбираем вот это персонажа через shift делаем shift d щелчок выбираем move чтобы ровно его перетащить и выводим его вот сюда поближе выбираем его косточки теперь и заходим в post мод что нам нужно сделать опять же выбрать вот эти косточки g оттянуть их сделать shift d и перетащить g назад только теперь не на первый кадр а сейчас будем ловить это значит delete keyframe и получается вот этот кадр нужно delete удалить и g перетащить перетащить где-то вот сюда объект object мод выбираем теперь вот эти косточки и вот этого тоже персонажа и заходим в post мод уже с двумя персонажами так значит значит что делаем вот у этого персонажа так а так не получится делаем одного персонажа и с одним давайте работать потому что сбив пойдет пост мод и вот этот кадр тоже нужно где он стоит delete keyframe так теперь g так вот так и вот этот кадр тоже delete delete keyframe делаем им паузу g и начнем с десятого кадра так так вот он встает теперь нам нужен вот этот персонаж вот этот выбираем его в object mode pos выбираем полностью его а и жмем g так это начали мы с десятого кадра вот этот на двадцатом сидит почему-то ну давайте с двадцатого что ли вот двадцатый кадр g он должен тоже вот так сидеть это двадцатый получается кадр и так получается первый должен встать а второй еще позже на двадцать пятый кадр поставим и вот эти кадры тоже delete 2 вот так получается три кадра всего приседания и подъем теперь заходим в object mode выбираем вот этого персонажа и заходим в pos мод вставать начинает второй персонаж с двадцать седьмого кадра на двадцатом он сидит получается получается g оставляем три кадра вот эти а вот этот кадр один удаляем кейфрейм ну и давайте посмотрим что тут вообще происходит задержка что-то я не пойму где его кадры тогда все а выбираем вот g эти оттаскиваем перепуталась все в доме обломовых эти значит delete keyframe а эти g на десятый кадр допустим ладно не задалось удалим этого персонажа полностью delete а вот этого тогда будем копировать shift d вот так коленями поближе их выбираем теперь этого персонажа заходим в post мод все здесь у нас три кадра они встают синхронно нам это не надо давайте вот эти кадры перетащим на десятый во g вот так еще ближе вот теперь нормально и у нас получается 20-30 кадров теперь заходим в object mode дублируем опять же через shift выбираем вот этого персонажа делаем shift d щелчок и ставим его вот сюда пауза выбираем его косточки и заходим в пост мод так смотрим что да как они все сели на 14-ом кадре значит этого нужно еще замедлить получается пауза первый встает стоит второй начинает подниматься а этот еще должен сидеть вот как то так еще немножко паузу вот нормально и добавим еще object mode опять же shift выбираем персонажа с костями и shift d щелчок выбираем еще одного вот этого костлява выбираем его теперь косточки и делаем по смут и так g перетаскиваем его кадры еще подальше вот этот теперь 55 кадр так что то этот гражданин далеко стоит давайте его немножко так вот этих граждан g немножко подвинем поближе поплотнее чтоб они стояли вот так выбираем вот этого персонажа и косточки делаем shift чем больше их тем прикольнее будет я думаю так теперь выбираем этого перса и заходим в пост мод и его кости g на 55 кадр отводим тинь-тинь-тинь-тинь встали ставим 65 кадров 65 вот четверо хватит enter отключаем видимость всего единица на нампаде ну и посмотрим как это все работает тинь-тинь-тинь-тинь оба на так так давайте еще вот как сделаем включим все косточки вернемся на первый кадр и включим object мод выберем все вот эти всех вот этих персонажей а всех не получится наверное ну теперь надо будет по каждому персонажу наверное делать наверное ну давайте попробуем так и делаем shift D вот эти кадры на 70 и ставим и нужно их отзеркалить находим mirror и делаем по-моему вот этот current frame и делаем G и ставим на 70 кадр мы развернули отзеркалили так сказать 80 кадров сейчас поставим enter и получается теперь будет зеркалка во вот теперь он развернуты эти кадры и нужно то же самое повторить вот с каждым персонажем делаем shift D щелчок правой кнопкой мыши mirror и by time и G так не понял ctrl Z ctrl Z выбираем кадры делаем shift D перетаскиваем кадры делаем mirror и G возвращаем их на 60 кадр у этого 70 и у этого будет 60 тинь 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 так у этого не должно быть 60 а как так-то а как так-то этот этот стоятель будет так-так-так-так это уже не интересно так это значит если на этом кадре вот на 47 этот персонаж даже на 50 еще сидит а этот встал значит G ну должен быть 60 раз у этого 70 ну правильно вот этот встает этот садится да иди ты запутался ну сейчас делаем а потом уже разберемся заходим теперь в космод 3 у этого с 30 значит на 50 надо перетаскивать делаем shift d копируем кадры правой кнопкой мыши mirror и G ставим на 50 кадр тинь 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 вот они встают так короче все сейчас сделаем а потом что получится посмотрим так это темно на 40 чтобы был shift d перетаскиваем на 40 и правой кнопкой мыши опять же зеркалим G перетаскиваем на 40 кадр вот трое сели все правильно трое садятся сейчас давайте этого тоже посадим вот этого пост мод делаем shift d перетаскиваем на 30 теперь кадр делаем теперь опять же зеркалку и G английская G перетаскиваем на 30 кадр смотрим что получается встали встали сели встали вот так вот а вот здесь уже сбой идет какой-то на задержки теперь ставить на этих кадрах чуть-чуть надо раздвигать ну тоже неплохо в принципе нормально прикольно смотрим что получилось встали встали сели встали ну вот что-то в таком духе все всем пока до свидания